Как работать с стилистом в чужой стране с дипвизой? Ощущение, что в тюрьме ничего нельзя. Но смотрите, это же ресурс связи, это ресурс связи, когда вы начинаете работать неофициально, просто потому что люди доверяют вашему вкусу и начинают пользоваться вашими услугами. Понимаете, то есть с одной стороны можно искать работу, можно на нее устроиться, а с другой стороны можно ничего не искать, ну в смысле официальной работы, никуда не устраиваться, а вот из-за того, что вы общаетесь, знакомитесь с людьми, говорите, что вы стилист, своим примером, вот у меня, например, первые вот эти вот, когда люди меня дергали, я еще не выучилась даже, я хочу, чтобы ты меня одел, я говорю, да я вообще ничего в этом не понимаю, я доверяю твоему вкусу, я плачу, я говорю, ну ладно, только не ругайте меня потом, если что-то, я не профессионал, я сразу говорила, я не профессионал, ничего, мне нравится, и все, и вот так вот понеслась, то есть разные пути бывают, потому что вы можете находиться и в своей, все зависит от внутреннего, я хочу, я могу, мне нравится, да, и вот это вот транслируйте, и еще раз повторяю, общаться с людьми, общаться, новые связи, кто-то кому-то сказал, кто-то вас увидел, кому-то что-то понравилось и понеслась, потому что вы можете находиться в своей стране, на своей территории, виза вам не нужна, найдете работу, но успеха не будет, понимаем, да, то есть все равно главное то, что человек, вот насколько он профессионален, насколько он горит своим делом, насколько оно ему нравится, и насколько он любит людей, потому что работая с людьми, нужно любить людей обязательно. Очень большая проблема стилистов многих, вот приходит к ним человек, они такие смотрят, ой, все не то, типа все было плачевно, сейчас я сделаю из вас конфетку, все перечеркнули, и подгоняют под какие-то идеалы. Нет, самое первое, это разглядеть человека и понять, что он хочет. А чего хочется, спрашивайте вы, так как я постоянно спрашиваю вас, чего хочется, а чего хочется, что хотите транслировать, кого притягивать, кого отталкивать, дистанцию или что-то такое, да, и выясняете, как человек сам себя ощущает и видит, и вот тогда уже начинаются чудеса. Стоит ли дружить с подругой 15 лет, если узнала, что давала руководство к действию девушки, чтобы сойтись с моим бывшим, помогала ей, знаю, что для меня расстановление было тяжелым. Я вот не пойму, если он уже бывший, это же было после того, как вы расстались. Если это было после того, как вы расстались, то есть пока вы были с ним, подруга никаких таких действий не делала в вашу сторону, а уже когда расстались, ну, может быть, он кому-то понравился, у нас столько одиноких женщин, что же будет бывший ваш валяться бесхозный, а если кому-то он, для кого-то свет в окошке, да пусть берут и одомашивают, что называется, такое добро. Вы же тоже его когда-то выбрали за что-то, да, что-то, значит, в нём есть хорошее. Вот это вот частая история, когда женщины говорят, вот что-то там бывший, и я узнала, и мне так неприятно, не надо жалеть для других, ну, всё, он бывший. И подруга может быть за спиной, потому что именно потому, что она знала, что расставание было тяжёлым, она не хотела вам про это напоминать вообще, не говорить ничего. Какой-то девушке помогла с ним сойтись, ну и отлично, чтобы вас не травмировать лишний раз, чтобы вы не дёргались, вот этот, поэтому вот нужен он той девушке, она помогла, да, потому что, видимо, знала его. Ну и всё, и пускай. Другое дело, если она предпринимала какие-то действия, когда вы ещё были с ним, это уже, конечно, просто непорядочно. И тут такой момент, когда бывают такие моменты, когда-то я тоже идеализировала подруг, что если подруга, это значит в 3 часа ночи она должна сорваться, приехать, помочь, это значит она никогда ничего там никому, это значит, там много всяких значит, ну не нужно идеализировать людей, потому что люди слабые, там всякие ситуации бывают. И я сама влепала в такие ситуации, что там мужчина моей подруги звонил мне, он с ней в ссоре был и говорил, ну пожалуйста, помоги. Она меня заблокировала везде, я люблю её, я без неё не могу жить, пожалуйста, помоги мне. Ну как-то узнай, ну что она там, ну собирается со мной, она не собирается, намекни ей, пожалуйста. Ну в общем, что-то такое. И мне так жалко его было. Ну он нормальный мужчина, просто они ссорились, никаких непорядочных вещей он в её сторону не делал. Если он был скотиной, конечно, я бы его зачеркнула тоже и сказала, до свидания. Но так как она женщина вспыльчивая, скандальная, то есть в принципе ничего такого он ей не сделал, сама на ровном месте поскандалила. И постоянно она с ним ссорилась, мирилась, ссорилась, мирилась. Я говорю, ну ладно, помогу, только ей не говори, пожалуйста, ей не говори, пожалуйста. Я говорю, хорошо, не скажу, ну что я тебе звонил, что я тебе звонил. Ну и чем это закончилась, прелестная история, что буквально через месяц они помирились, а потом он ей рассказал, что он просил моей помощи. И она не простила меня за то, что я помогла ему, а ей не сказала. Она мне позвонила, сказала, ты меня предала. Ну то есть вот она восприняла это так. А я думаю, ну как, ну мы же взрослые люди, ему 40 лет. Он меня попросил, пожалуйста, не говори ей, что я там звонил, тебя доставал. Ну ему самому неудобно, мужчина взрослый, солидный и так далее. Я говорю, ну ладно. И я тут думаю, ну я же помогаю любви, я помогаю тому, чтобы вот они там опять помирились, и все у них было хорошо. Нет, она это рассмотрела, как предательство. Поэтому, конечно, всякие разные истории бывают, и нужно смотреть, чем руководствовалась ваша подруга, когда она помогала девушке за вашей спиной. Ну вот возможно, она не хотела вас беспокоить, возможно, не хотела напоминать об этом бывшем, не хотела вам никаких травм и воспоминаний вот этих дурацких. Ну, хотела в то же время кому-то помочь, чтобы бывший ваш не валялся и не пропадал, потому что женщин одиноких много. Понимаем, да? Вот так вот. То есть изначально, знаете как, хотела вам зло сделать или не хотела? И вот там будет ответ.